Всем привет! Добро пожаловать в Chinese Plus.ru Я Ваи И. Это я, Александр. Это Ваи И. Я сказала, что кто? Как мы обещали, еще один урок по фонетике, на этот раз про изменение тонов, изменение третьего тона. Тут все просто на самом деле. Третий тон, когда их много. Окей, тут не совсем так все просто. Давайте разберем пока фразы, которые состоят из двух и трех иероглифов. Во-первых, когда третьего тона больше, чем один, он произносится немножко по-другому. Тот, который впереди, будет произноситься вторым тоном. Его тон будет меняться на второй, а последний так и будет оставаться третьим. Сейчас пока разберем фразы из двух иероглифов, оба из которых произносятся третьим тоном. Допустим, самая первая фраза, которая встречается, это НИХАУ. В данном случае два иероглифа, оба третьим тоном. И ты, и хороший. НИХАУ. Да, но НИ будет произноситься вторым. НИИ. И получается фраза. НИХАУ. Так, тут все, в принципе, просто, да? Можно еще, в принципе, примеры привести. Дай мне, к примеру. ГЕЙО. Или мне. Это может переводиться как... ГЕЙНИ. Да. ГЕЙНИ ЕЙАУ. Да. Тебе, к примеру. Тебе или дать тебе. Это ГЕЙНИ. Еще один пример. При детей могут говорить... ЦИ НЮ. Оба иероглифа произносят с третьим тоном. ЦИ и НЮ. И начинающим, опять же, нужно знать иероглифа. Еще один пример можно с иероглифом ЙОУ. Допустим, там есть море. НАРИ ЙОУ ХАЙ. ЙОУ ХАЙ. То есть ЙОУ будет произноситься вторым тоном, а не третьим. Да? ЙОУ ХАЙ. ЙОУ ХАЙ. Так. ЙОУ ШАНЬ ЙОУ ШАЙ. ЙОУ ШАЙ. А, ЙОУ ШАНЬ ЙОУ ШАЙ. ЙОУ ШАЙ. Есть вода. Там есть и горы, и есть водоемы. Воды, реки. Горы, воды. Это про пейзаж. Реки. Речь про... А, нет. Да. Речь про пейзаж. Да, про... Отличную географию, да. Про красивый ландшафт. ЙОУ ШАНЬ ЙОУ ШАЙ. Па-па-па-пам. Пожалуйста, дайте мне стакан воды попить. ЧИНГЕЙ ВО ИБЕЙ ШУЙ ХА. Ага. Тут у нас первые три иероглифа. Они произносились... ЧИНГЕЙ ВО. В данном случае мы произнесли третий, второй, третий. То есть... ЧИНГЕЙ ВО. Ага. И БЕЙ ШУЙ ХА. Ну и так как мы уже перешли к целым предложениям, что если у нас все предложение состоит из третьих тонов? ЧИНГЕЙ ВО ДЕРЬ ШУЙ ХА. Тут все, кроме последнего иероглифа, который Х, который первый тон, все произносится третьим тоном. На что тут нам нужно обращать внимание? Нужно следовать тому, что мы уже до этого сказали. То есть держать в голове то правило, которое мы сказали про фразы двух и трех сложные, которые состоят из двух или трех иероглифов. Вот, нам нужно просто это целое предложение разбить на смысловые какие-то логические связки, которые состоят из двух или трех иероглифов, и уже их менять в них, внутри них уже менять тон. Допустим, у нас первая часть предложения это ЧИНГЕЙ ВО. ЧИНГЕЙ ВО. Получается ЧИНГ, отдельно третий тон, ГЕЙ ВО. Тут мы уже меняем. ГЕЙ ВО. Потом, дальше мы уже следуем. Еще следующее словосочетание это ЧУЮЧУТЬ ВОДЫ. ДИАР, ДИАР, ШУЕЙ. И в конце ХУЛЯ. Да. Получается у нас... Еще раз повтори. ЧИНГЕЙ ВО ДИАР СУЙ ХО. Давайте напоследок разберем одну фразу. ЧИНГЕЙ ВО МАЙ ЛЯМ БЕН ШУ. Пожалуйста, купи мне две книжки. Начнем с конца разбирать. Сразу можно выделить словосочетание две книжки. ЛЯМ БЕН ШУ. Там с ЛЯМ, который третьим тоном будет меняться на второй. ЛЯМ БЕН ШУ. Потом МАЙ точно будет третьим тоном. Получается, опять же, здесь можно выделить. КУПИ МНЕ. Словосочетание. ГЕЙ ВО МАЙ. Да. ГЕЙ ВО МАЙ. В данном случае второй, второй, третий. И ЧИНГ будет третьим тоном. ЧИНГЕЙ ВО МАЙ ЛЯМ БЕН ШУ. ЧИНГЕЙ ВО МАЙ ЛЯМ БЕН ШУ. Так как вы начинающий, да, вы только что изучили изолированные иероглифы и прочее, вы можете потренироваться на фразах, которые из двух и трех иероглиф состоят. Дальше, когда уже будут длинные предложения, и там будет несколько иероглифов подряд, которые третьим тоном, советуем больше слушать просто. Больше слушать и повторять за диктором. Вот это самый хороший совет в данном случае. Спасибо за просмотр. 下次见. Bye-bye. Bye-bye.